И всем привет, ребят! С вами мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен замечательному новому устройству на шафт, которое лечит своих союзников. Восстанавливающий излучатель, именно так оно называется. Видите, даже с первого раза выговорить не могу. Сегодня попробуем тестануть его в матчмейкинге. Есть один супер-мега-крутейший режим, в котором можно реализовывать данное замечательное устройство. Именно в него сегодня вместе с вами мы отправляемся. Это режим джаггернаута. Именно там, я считаю, максимально грамотно и эффективно можно использовать данное устройство и хилить своего джаггернаутика, помогать ему в нагибчике. Ну и главное, наверное, не думать о том, что ты там не форманешь большое количество очков. Главное, что ты сейванешь своего джаггера, вот так вот 9000 хпшечки ему накидываешь и знаешь о том, что ты реально тот чел, который спас своего джаггернаута. Можно еще вот так вот быстренько викингу полторашечку накинуть, но его, к сожалению, тоже быстро сливают. Но я буду максимально качественно пытаться сейвить своих тиммейтов. Особо сильно не обращать внимания на противника. Ну, если, конечно, только он наглеть не будет, тогда мы ему вот так вот можем в тысячечку, в харечку воткнуть. Ну, а так, по большей части, будем стараться лекать своих тиммейтов и за счет вот этого вспомогающего замечательного моментика стараться выигрывать боючик. Не самая, наверное, шикарная карта для реализации данного викинга-шафта. Но я думаю, что все может здесь у нас получиться, если еще наш джаггернаут будет жить и стараться нагибулить. Поэтому как-то так. Вот сейчас у него, кстати, могут быть проблемки, но мы сейчас ему эти проблемочки исправим. Братанчик, лезь сюда на прицел, братанчик. Братанчик, ты куда? Братанчик, стой, 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 братик, стой. Хоп! И на тебе! 13 тысяч, братанчик! Братанчик, все для тебя! 13-ку тебе, братанчик, оформил. Он стоит в шоке, он не понимает, что происходит. Откуда у него хп прибавляется? А у него уже почти фуловая, потому что я ему накидочку оформляю профессиональную. Оп! И добавку ему еще троечку дал. Фулл хп. Все, все, джаггер уже нагибает. Только он должен аккуратненько немножечко стоять. Но не так, открыто, братанчик. Но я тебя сейчас даже засейвить не успею. Ну как же ты так играешь неаккуратно, брати? Братик, ну я бы тебя засейвил, если бы ты аккуратнее играл бы. Ну куда так неаккуратно-то на джаггернауте? Ну я тебе могу 13 тысяч хп дать со сводки, с бустером. А ты так неаккуратно себя ведешь в бою. Ну что ж ты так делаешь-то, братанчик? Ну куда ты меня так сильно подставляешь? Ведь можно было аккуратненько сыграть. И я бы неплохо хп давал бы на постояночке. Оп, у нас как раз-таки джаггернаутик выдвигается. С прострелом его, правда, он улетает. И я буду сейчас пытаться его как-нибудь здесь подхильнуть. Пойду на правый фланг. Попробую там отработать по красоте. Но здесь вот, конечно, в команде можно было бы отыграть. Не в соло, а вот какого-нибудь себе бы напарничка взять. И вот в командачке, я считаю, что можно вообще очень грамотно сыграть с джаггернаутом. Например, с своим молодым каким-то опекнулся. И себе даваливаете красиво. Можно вот так сейчас тиммейтика подхильнуть. Нет? Не подхильнул, получается. Очки, это явно не то, на что нужно обращать внимание на этом вооружении. Это реально та вещь, которая может спасать ваших джаггернаутов. И не только джаггернаутов, но и других тиммейтов. И поэтому здесь ваш акцент исключительно должен строиться на том, что вы лекаете своих тиммейтов. И у вас есть отличная возможность помимо лекания еще и уничтожать оппонента на большом расстоянии. Вы это делаете. Не то, что на езиде вам надо ехать постоянно в упор. Вы стоите на другом половине карты. Например, там джаггер пушит зону. А вы стоите и сдалека ему вот так вот хоп и хпшечку накидываете. Вам не надо ехать в упор. Вы просто стоите и спокойненько ему вот так вот по девяточке кидаете дэмэджа. Красивенько добавляете. Можно там еще тиммейтов сейвить. Если они, конечно, нуждаются в вашей помощи. Но печально, конечно, когда мне в спину накидывают. Там у джаггернаут ничего не делает, потому что он с приваренной башней. Но, в общем и целом, фишка прикольная. Но требует, конечно, умелых тиммейтов. Если умелые тиммейты есть, то они могут и пушить вместе с таким кафтоводом. И в конечном итоге получается очень жесткая, крутая комбиночка. Вы хилите, работаете по красоте. Может, сейчас даже на вторую каточку позову себе какого-нибудь тиммейта. И покажу, как можно это сделать грамотно в паре с каким-нибудь замечательным нагибатором. Поэтому было бы даже, наверное, интересно реализовать этот момент. Показать, что соло можно сделать. И что можно сделать, когда у вас есть реально достойный тиммейт. Который может грамотно реализовывать подобную комбину. Поэтому, я думаю, что мы вместе с вами сейчас все это дело и реализуем. Каточку проиграем, к сожалению. Но хилял я по максимуму, по максимуму своих тиммейтов. Джиггернаутиков. Делал все, что мог. И то, что было в моих силах. Но, к сожалению... Данный труд мало кто ценит. Но, я старался. По крайней мере, старался. 27 секунд до конца. Еще хп джиггернаут удал. Еще сверху добавил. Еще сверху добавил. Живи, братанчик. Живи, братанчик. Братанчик, живи. Братанчик, братанчик, живи. Это лучшие зиды. Что-то на 100% лучше зиды. При любом раскладе. Потому что вы можете работать на любом расстоянии от своего союзника. Но, если бы еще опыта давало бы побольше. Было бы вообще найс. А так, опыта, конечно, дают маловато. Наконец-таки я нашел супер-мега крутейшего игрока, с которым можно по красоте попытаться реализовать вот эту вот замечательную комбину. Это Михаил. Михаил может поздороваться. Да, всех приветствую, парни. Так, давай, я думаю, что можно как-нибудь более агрессивно попробовать. Если я, вот, например, попробуй через мост, да, то есть на агрессию, а я буду чисто в тебя кидать уже. Ну, давай, только там джиггернат, который меня выцеливает. Ну, давай, давай, не бойся, я уже на прицеле 13 тысяч держу. Так, только не 100 стп, вот там вот так стой, хорошо будет, работаем. Работаем, Михаил. Я готов, я контролирую пока что. Оп, добавляю тебе. Хорош. Десяточку красивую. Оп, сейчас еще добавлю меня давить нужно. Смотри, аккуратно, у меня слились еще. Там же для меня чпокнул, поэтому там ты пока один. Я сейчас буду искать прострел где-то на тебя. Я все, я отдыхаю, Ваня. Ты наиграл, да? Так, а ты, ты, подежи, может, поживешь еще? Может, я тебя перевожу? Я жду, да, ты, кстати, попробуй вылечить меня. Сейчас я сейчас. Работаю, 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 Михаил, работаю. Опа, дал, хорошо, восьмерочку оформил. Сейчас это еще чуть-чуть, ай, не успел больше. Ну, Габелла, ну мешай, ну ты же, ты перепушил чуть-чуть. Ладно, давай попробуем. Нормал дэнс, нормал дэнс, сейчас пойдет. Это можешь попробовать попушить? Типа? А я буду пытаться тебя на хилл поработать. Чисто я не знаю больше, как можно грамотно реализовывать подобное устройство. Я считаю, что подобная реализация максимально эффективна, если работаешь в группе. Ну, хотел, конечно, чтобы Мишанечка пожил по красоте. Чтобы так, ну, был этот профессионал. Даже живет 40 тысяч лет. К сожалению, чуть-чуть не получилось. Надо попробовать сейчас Джагеру своему хиллу дать. Немного хилчика ему. Добавим троечку красивую. Про ты там где? Не вижу тебя. Я пока на РСП. А, понял, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там нашего Джагера могут чпокнуть? Может ты там на подборе как-нибудь, нет? Нет. На подборе не будет? А, я на подборе работаю. Ну, это вообще шикарно, пацаны. Что я могу сказать? Ну, я думаю, что тебя надо сейчас тайминг какой-то поймать, чтобы я бы делитнулся по красоте. Давай-давай-давай. Мы попробуем реализовать супер комбиночку. Профессиональную комбиночку. Если будет возможность. Сейчас Джагера заберу и будет возможность. О, давай-давай. Я готов. Можешь нажимать. Все, я жму. Я полетел. 3, 2, 1. Все, я улетел. Добрал? Да, забираю. Все, давай, работаем. Михаил, работаем. Можно право на мост, право на мост. Ну, право на мост. Самая опасная позиция тут. Ну, ладно, хорошо, тогда сам выбирай. Давай, выбирай, где хочешь. Я уже буду подстраиваться по возможности. Давай. По возможности буду работать. Так, на прицеле держите. Вот, кстати, лучше ты видишь? Да, вижу-вижу. Ну, все хорошо. Контролирует. Джагера разобрал быстро. Ну, хорошо, сзади хори жили. Сзади хори жили. Ой-ой-ой, мне сбили прицел. Да, ой-ой-ой. Хорошо, дал. 12, оформил. Хорошо. 12, красивый. Там сверху Хантера, тебя пушит чуть-чуть. Слеганца, ландом, дамте еще троечку. Чтобы не стоять без дела. Ну, пока на контроле, чисто стою. А, уже попытка, ну, что-то как-то. Быстро получилось, но вовремя, в целом, друзья. Да, вы поняли, да, как это все дело работает. Если у вас есть сокоманники, то, в принципе, какую-то подобную реализацию замечательного устройства можно показывать. Да, оно больше вспомогающее, не супер имба-фармовое, да. То есть, вы на нем, там, какие-то бешеные кристаллы не сможете зарабатывать. Но в плане того, чтобы как-то разнообразить свою игру, чтобы сыграть как-то вместе, да, в команде, в джиггернауте, например, где-то еще. Вы можете неплохо саппортить своих тиммейтов, да, вместо того, чтобы брать Лизиду, на которой надо ехать, как присоска сзади. Вы здесь можете работать с расстояния, и за счет этого довольно-таки качественно контролировать ХП ваших союзников, с которыми вы вместе можете даже играть на голосе. Поэтому как-то так, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать лайком, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Также не забывайте о том, что как только 150-очка лайкозавров у нас набирается, выходит следующий видеоролик игрового формата. Ну и, конечно же, огромнейшее спасибо Михаилу. Ссылочку на его канал также в описании я оставлю. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Давайте, всем пока.